Новый филармонический сезон в Ульяновске открыт блистательно. На первом концерте симфонического оркестра звучали произведения Сергея Прокофьева и Модеста Мусоргского. Вместе с симфоническим оркестром впервые в Ульяновске выступил выдающийся российский пианист, народный артист России Николай Луганский. Музыкант из-за насыщенной концертной деятельности по всему миру в сентябре, как правило, проводит всего несколько дней в России, и один из них он подарил Ульяновску. Поклонники ярчайшего пианиста современности считают, что он единственный, кому в высшей степени удается передать мелодичность композиций Прокофьева. Я думаю, что как мелодист из советских композиторов, он, конечно, не имеет равных. И вместе с тем, это композитор невероятно жизнелюбия, и я думаю, что он в этом плане тоже стоит особняком среди русских композиторов. Все-таки такая грусть, мечтательность и ностальгия в мире кажутся такими естественными чертами русской культуры и русской музыки. В этом плане Прокофьев все-таки это натура очень деятельная. Концерт для фортепиано с оркестром номер два создан с Сергеем Прокофьевым в 1913 году. Во время премьеры в Петербурге концерт разделил публику на ошеломленных диким темпераментом и футуристической музыкой и на восторженных почитателей нового произведения. К 2023 году композитор рассчитал процитуру концерта утерянной, вселенной в квартиру люди и истопили концертом печь, написал Прокофьев, коллеге Мисковскому после революционных событий, охвативших Петроград. В 1923 году композитор выполнил вторую оркестровую редакцию концерта, попутно внеся некоторые изменения в фортепианную партию. А музыку, чтобы полюбить, говорил Дмитрий Шостакович, ее надо для начала начать слушать. Слушать, и ты постепенно влюбляешься в нее. И сегодня подтверждением наш проданный зал. Ульяновская филармония одна из старейших на территории Российской Федерации. Организаторы обещают, что новый 76-й сезон будет интересным и очень насыщенным.